Всем добрый вечер. Я очень рада присутствовать в вашем гостеприимной комнате. Дайте мне просто обратную связь, как меня видно, как меня слышно, насколько по десятибальной шкале, пожалуйста. Если меня видно и слышно хорошо. Ксения, здравствуйте. Итак, видно меня, слышно, девочки, мальчики, кто у нас присутствует, достаточно много человек. Еще раз, меня хорошо слышно, меня хорошо видно, ну видно я себя тоже вижу, а вот насколько меня слышно. Поставьте мне, пожалуйста, по десятибальной шкале оценочку. Насколько меня слышно. Слышно ли меня? Чат, ответьте мне, пожалуйста, поставьте мне оценочку. Ксения, поставьте, пожалуйста, мне оценку, какая по десятибальной шкале, какая оценка меня, насколько слышно. Так, ну по-моему, разговор у меня происходит сейчас сам с собой. Думаю, может быть, чат, конечно, запаздывает. Ну давайте посмотрим. Итак, так как я взяла слово, действительно, я являюсь потомственным таким человеком, который из поколения в поколение связан с немножко потусторонним миром. Не столько с нашей реальностью, хотя я работаю в МЧС, и реальности у нас достаточно много. Но в данный момент, конечно, я хотела бы поговорить с вами о том, что происходит в нашей жизни. Так как уже Людмила сказала, что необходимо приготовить стакан, ниски, кольцо. У кого кольцо обручальное, то, конечно, это очень приветствуется, если оно будет без камней, то есть без вставочек, без камешков, без ничего. Просто обыкновенное кольцо обручальное. Если же нет кольца, возьмите, пожалуйста, кольцо от ключей от дома, потому что это тот объект, который вот непосредственно с нами всегда везде практически. То есть когда мы уходим из дома, мы закрываем, но ключи мы всегда носим с собой. Поэтому это та вещь, которая всегда считается нашим ключиком-выручалочкой-палочкой. Итак, пока вы это все делаете, я немножко расскажу о том, как я вообще вижу нашу жизнь. Что касается социальных сетей, я там нахожусь, но практически немного, потому что все, что происходит в социальных сетях, я вижу в основном на фотографиях, где фотографиями люди выставляют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, что-то меня не... да, меня извините, пожалуйста, потому что настолько мощная энергетика выкидывает меня иногда из дома. Я думаю, что она сейчас перезагрузится и появится. Сейчас я ей напишу, что она еще не знает, что у нее такая проблема, такое тоже бывает. Более-менее. Итак, я просила выставить фотографии, да, вот кто выставляет. Насколько звук стал 10? Спасибо, Валентина. Кто выставляет фотографии, какую цель вы преследуете? Для чего вы это делаете? Если у вас открытая страница, то, скорее всего, вы преследуете какую-то открытую цель, да? Если у вас страница закрытая, то, соответственно, вы можете разговаривать с друзьями, может быть, родными, которыми давненько не видели. Но, как правило, если очень открытая страница и заходят все, кому не лень, то, как правило, здесь мы подвержены такой энергетике отрицательной, как вот есть положение такое в народе, да, называют завистью, которая не очень хорошим моментом влияет на нашу жизнь. И поэтому с отрицательной энергетикой мы связываемся практически всегда. Если мы, допустим, поругались на работе, да, то есть эмоции получили отрицательный в транспорте, если эмоции об окружении, которое общественности, мы не справляемся с этим, да, то мы этот негатив, соответственно, несем к себе домой. И дома тогда уже начинаем либо срываться на наших родных и близких, либо все-таки мы пытаемся, скажем так, эмоционально успокоиться, хотя что происходит вот с той энергией, которую вы приносите домой. Я так полагаю, что она вся остается в вашем доме. Ваши домочадцы также подвержены таким негативным, скажем так, подпискам, которые приносят домой, и, соответственно, у них также может быть спокойное настроение, которое, в свою очередь, также остается у вас дома. Итак, скажите мне, пожалуйста, насколько вы знаете, кто же управляет нашими энергетиками в нашем домах, в нашей квартирах, в домах, у кого что, да, у кого какое жилье, кто живет в собственном доме, кто живет в квартире, может быть, кто-то в общежитии живет, и, соответственно, чтобы неизбежал им, чтобы неизбежал им. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сейчас я вам еще раз сообщаю, что наш марафон бесплатных вебинаров уже идет с 25 ноября и заканчивается 11 декабря. Каждый день все интереснее и интереснее спикеры. Сегодня это, я думаю, что для всех актуальная тема, и я так вот сама тоже очень сильно хочу узнать, что же полезного, что мне делать в том случае, если вот ура, Алла появилась, значит она сейчас будет вновь у нас. Продолжение следует... Напишите мне, пожалуйста. Сегодня ужасный такой момент происходит в моем выступлении. Ага, кто где живет, замечательно, значит на домах, в жилище и в доме. Отлично. Есть такой вот момент, да, что каждый из нас желает иметь дома, чтобы у него было уютно, тепло, хорошо, комфортно там, где мы с вами находимся постоянно. Вот к вам вопрос. Знаете ли вы, что та энергия, с которой мы приходим домой, она может быть положительной и отрицательной, да? Я прошу прощения, если я повторяюсь, потому что я не знаю, насколько меня выкинуло на каком моем предложении. Поэтому я буду сейчас переходить как бы более уже в детальность, да, вот в нашей программе. Что касается отрицательной энергетики, лично я с этим столкнулась в своей жизни. И причем очень-очень сильной. Это было 20 лет назад, когда мой ребенок был еще не совсем взрослый, он закончил только начальную школу и перешел в среднее звено. Так как не было иностранного языка у нас в начальной школе, а ту школу, куда мы перешли, там уже он давно был, мне пришлось нанимать репетитора. Так вот, общаясь с репетитором, получилось так, что она как-то пришла к нам домой и попала в другую комнату, где, ну, в принципе, не планировалось никогда ее как присутствие. У меня раньше очень много было зелени дома, настолько много, что она была такая благоухала, вот вся вот, я очень люблю, вот, чтобы леса была очень зеленая, красивая у цветов и как можно больше, красивее и роскошнее было. Так вот, у меня был любимец моей коллекции. Это красавец, кактус древовидный такой, большой, он был выше меня, выше него роста. Так вот, когда эта женщина попала так вот чисто случайно в мою комнату, она так восхищалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не понимаю вообще, что сегодня вообще происходит, насколько как-то выкидывает меня из комнаты постоянно. Так, как восхищалась кактусом? Спасибо, Людмила. Я прошу тогда вот напоминание мне вот это, да, то есть на каком моменте меня выкидывало. Она восхищалась кактусом, результатом ее восхищения стало, что на утро я обратила внимание, что верхние листочки, которые были молоденькие, они просто пожелтели. Через три дня кактус просто высох, сгорел вот как бы вот на корню, он просто вот пришел в негодность. Это та махина, которая просто обваливались вот эти все отростки, буквально вот каждый час просто она просто падала. Вообще результатом всего вот этого сглаза, вся комната, все цветы, которые она увидела в тот момент, буквально два месяца хватило на то, чтобы я выкинула их все. То есть 20 лет назад я столкнулась вот с таким сильнейшим сглазом, который действительно вот был на моем, скажем так, вот опыте, да. То есть и вот тогда-то я, в принципе, ничего не смогла сделать, потому что я не знала, что это такое и вообще, что так может быть. Поэтому, будучи еще юной и молодой девушкой, я понимаю, что вот сейчас я знаю, и уже несколько моментов было в моей жизни, что действительно были люди, которые приходили уже у меня в свой собственный дом, двор. Поэтому были люди, которые восхищались какими-то самыми вещами, так как я принимаю людей очень достаточно много, но сейчас я знаю, как от этого, скажем так, хорониться, да, как от этого предупредить эти все моменты. И, естественно, если произошел такой вот энергетический выброс отрицательной энергетики, я теперь точно знаю, как надо спасать свои вообще вещи, имущества и так далее, и цветы в том числе. Поэтому, если, девочки, у вас были такие моменты, вы сталкивались с такими, поставьте плюсики в чат, что это действительно, может быть, вы слышали об этом, либо у кого-то действительно тоже такое было. Также Валентина тоже, да, это сплошь и рядом, и с мира, да, тоже замечательно, что чат активно начинает работать, спасибо. Ксения тоже получила такой вот момент, либо опыт был, либо слышали об этом. Я хочу вам сказать, что вот сегодня наше, мое выступление, я настолько хочу, чтобы у вас, вы понимали, что в наших силах сейчас, да, вот в 21 веке, возможность того, чтобы оградить свое жилище, оградить свой мир, в котором вы живете, да, который для вас считается комфортным, уютным и гармоничным. И чтобы отрицательная энергетика учили, ну что такое, что такое, ага, вот, вроде как вернулась на родину. Ну, да, чтобы отрицательная энергетика, она, мы могли ее поменять на положительную. Для того, чтобы это было, чтобы мы могли это довольно-таки быстро разрешить, эту ситуацию, вот сегодня я вам расскажу, как это сделать. Мы с вами, конечно, проделаем практику. Я надеюсь, что не будет сильно подводить техника, потому что она, ну, выбивает, почему-то у меня из комнаты выбивает, не знаю. Может быть, потому что не выдерживает все-таки вот этой ауру именно моего энергетического, да, такого, скажем так, порыва. Итак, в далеком будущем, вернее, в далеком прошлом, которое у нас считались раньше на Руси, и это мне считалось, что в доме, в избе живет дух, да, дух дома, это назывался он домовой, либо, ну, то есть у каждых нациях, национальностях, называют по-разному, у кого-то это домовой, у кого просто хозяин батюшка, у кого смотритель, но все-таки дух, он заведовал именно домом. Он следил за достатком в закромах, он следил за здоровьем жильцов, также в его видении было кушание на столах, чтобы было всегда. Он это охранял и приумножал. Сейчас у нас смотрители живут у нас в наших домах для того, чтобы в людскую нашу жизнь они привносили удачу, веру, счастье, безопасность, благополучие, ну и, соответственно, гармонию. Это гармония и говорит о том, что ваша жизнь, она идет вот как бы на лад, да, вот виток за витком, и у вас что-то ладится. Можно сейчас, например, возразить, сказать, что сейчас амбаров нет, закромов, как таковы, нет, мы живем в квартирах, в домах, но я вам хочу сказать, у кого есть смотрители дома домовые, у них всегда есть продовольственный запас, продовольственные продукты, буквально, чтобы месяц семья могла спокойно прожить. Как правило, у кого нет смотрителей, либо домовых, там бывают и живут сущности. В сущности, очень легко определить, если, например, домой вы приходите, во-первых, вам не сильно хочется идти домой, если есть такое внутреннее ощущение, что вам не хочется идти домой, уже стоит задуматься. Если вы приходите домой, и у вас были какие-то планы вне дома, что вы придете дома, будете что-то делать, и вдруг что-то у вас совершенно ничего не ладится, из рук вон все сыпется, падает, тоже говорит о том, что как раз посмотрителя дома и нет. Так, Ириша, обязательно мы проверим, вы лично проверите, что у вас есть домовой, как это проверить, мы сегодня это все сделаем, и вы убедитесь сами, действительно ли он у вас есть, если он у вас, либо у вас есть сущность, либо у вас никого там нет, и вам просто, ну вот такой момент в жизни, что вам придется привезти этого домового для того, чтобы у вас в доме было согласно, уютно и комфортно. Итак, энергетическое пространство нашего дома надо также убирать, как... Дом надо также чистить, энергетику убирать, да, звук есть, насколько я так вижу у себя, что звук в принципе идет. Энергетику дома надо постоянно проверять, чистить, убирать, точно так же, как и мы убираем нашу пыль дома, да, то есть какие-то там в закромахах лежат вещи захламленные. Если у вас лежат вещи хотя бы полгода, и вы их не трогаете, вы их не уносите, не перекладываете с места на место, а знаете, что именно там у вас стоит именно вот эта отрицательная энергетика, которая и захламляет ваше жилище. Даже по фэншу, насколько мне известно, положено эти вещи и вообще все такие укромные местечки мыть, вытирать и убирать из дома, если это вещи, которые не нужны. Ну а сейчас я попрошу вас, каждая из вас приготовила нитки, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста, цвет ваших ниток. От этого я вам сейчас скажу, что происходит у вас дома. Поэтому берите вот самый первый цвет, который вы приготовили, вот и эти, у Елены белый, еще девочки аллы черные. У кого какие цвета, пожалуйста, пишите, я вам сейчас расскажу, что происходит у вас дома. Так, я вижу черные, красные, Галина белые, там черные Татьяна, Ксения Бирюзовая, Иван белые, Жанна зеленые, Валентина светло-бежевая. Итак, ну начнем по порядку. Начнем по порядку. У нас там были самые первые, это белые. Итак, у кого белые? Галина, Иван я вижу белые, да, то есть еще у кого? Ага, еще Галина белые. Итак, белый цвет говорит о том, что ваш дом сейчас находится в состоянии, то есть вы находитесь в том состоянии, когда у вас такое состояние нехорошо, ну и неплохо. То есть я бы назвала это состояние такое, ну вот как в трясине. Вроде бы как вы дома живете, вроде бы все замечательно, но ничего не происходит, и поэтому ваша жизнь говорит о том, что вот именно белый цвет, говорит о том, что у вас нет, знаете, вот шаг вперед. Вот у вас скорее всего есть, вот без движения к процветанию, понимаете, то есть у вас есть какие-то планы, но они не делаются. У вас какие-то есть цели, но почему-то в данный момент вы к ним еще не идете, то есть еще вы на стадии обдумывания. Поэтому белый цвет, так как и черный, черный это противоположный, да, то есть Алла это Татьяна, черные цвета, это говорит о том, что у вас вообще получается застой в вашей жизни сейчас. И ощущение такое, что ну вот безвыходное положение, а вы сейчас находитесь в тупиковой ситуации, где в данный момент пока вы не видите выхода. Поэтому и белый, и черный цвет это сигнал к тому, что пожалуйста даже те идеи, которые у вас есть в голове, принимайте их и делайте шаг вперед. Пусть это сейчас будет, как правило, не до конца обдуманные действия, но вы все равно сдвинете вот эту вот стоячую энергию. Ну это же кошмар какой-то. Это просто кошмар, насколько я, насколько меня выбивает, это ужас. Сейчас я, так, стоячая энергия. Итак, это еще значит за белое. Итак, белое и черное это те нитки, те цвета, которые вам стоит просто принять на себя. Именно тот, вот именно ваша цель, которая есть, да, вот сделайте движение шаг вперед. Когда не знаете, что делать, сделайте шаг вперед. Это что касается черных и белых тонов. Потому что и черное, и белое это состояние трясины. Но если белое это состояние спокойной трясины, то черное это наоборот, которое тянет вниз. Поэтому, если у вас все кошмарно и все так плохо, вот я вижу Татьяны черные, да, вот тут еще есть момент. Черные, да, ну в основном вот утонутые. Пожалуйста, сделайте шаг вперед на встречу. Если вы планируете какой-то цель, вот именно дойти до какой-то цели, либо пока вы ее только обдумываете, бросьте все и начинайте действовать. Итак, красный. Красный цвет говорит это об агрессивности. Скорее всего, этот человек недавно либо поскандалил с кем-то, либо поссорился. Обида вот внутренняя есть, которая непосредственно происходит в доме. В данный момент у человека. Вот именно красный цвет говорит об агрессивности. Так, бирюзовый. Бирюзовая, Ксения, это тот цвет, когда вы находитесь в состоянии, плывучести по вашей жизни. То есть вы сейчас плывете чисто по течению. Нет как таковых предпринятий действий, потому что у вас сейчас идет, ну вроде бы как неплохо, и поэтому движение идет, вы следуете, плывете по течению. Но причем к хорошему, потому что бирюзовый, это сочетание голубого и зеленого, перемешку. Поэтому у кого есть зеленый, вот Жанна зеленый, это говорит о том, что вы получите скоро прибыль, либо это будут подарки, подарки именно приумножения вашего внутреннего состояния. Поэтому Ксения тоже на пути к приближению именно прибыли, соответственно, она еще и течет сама по себе, по течению. Так, Ириша красный цвет, я уже сказала, это агрессивный, то есть кто-то вас, скорее всего, обидел, расстроил, и вот вы так, может, на работе помервничали, может, в трамвае, там, в троллейбусе, где, там, может, в общественном транспорте, может быть, в пробке в машине простояли. Так, Иван белый говорил, а зеленый же она сказала, это к прибыли. Светло-бежевая, Валентина, скорее всего, это тот цвет, который вы, вообще, светло-бежевая, это она, это чуть-чуть, да, как бы, ближе к белому, это говорит о том, что вы уже были в таком состоянии, когда в бездействии, вы в ожидании были, сейчас у вас определилась цель, и вы идете к ней непосредственно уже конкретно. Поэтому светло-бежевая, это она, говорят о том, что это деловое принятие решения, и, соответственно, вы будете уже действовать в данном направлении. Так, желтый, Эсмира, желтый цвет, это замечательно, это цвет радости, это цвет молодости, это цвет детства, поэтому... Ужасно, ужасно, как... Так... Так, свекольный, да, остановились на свекольном, либо еще на зеленом, на салатном. Но я повторю тогда, если салатный, то тогда получается, это смесь желтого с зеленым, это желтый цвет радости, я говорила, и, соответственно, этот цвет, перемешку с зеленым, это с прибылью, да, то есть внутреннее состояние довольно-таки вот радостное, и, соответственно, еще идет и прибыльное. Так... Прокрасный, так, Жанна, замечательно, Иришка. Прокрасный, все верно, давно живу в стрессе. Вера, небесно-голубой. Так, я так понимаю, меня видно, слышно, хорошо, вот поставьте мне плюсики в чат, я у меня убежал тут чат, вот просто убежал. Поставьте плюсики, кто меня слышал. Ага, вот, светочка Аллочка, ага. Итак, небесно-голубой остался у меня цвет, тогда получается. Небесно-голубой, это говорит о том, что у Веры есть состояние внутреннего желания дарить радость, дарить любовь. Не только ее получать, а именно вот давать, вот как бы делиться ее. Вот это небесно-голубой цвет, который дает вашу жизнь сейчас, Верочка, и наполняет. Так, это что касается наших цветов. Ксения, бордовый, свекольный, ага, вот. Итак, бордовый, свекольный, меня когда выкинула, да, из интернета, это тот цвет, который говорит о том, что вы сейчас находитесь в состоянии не столько агрессивное, сколько затяжной депрессии. То есть у вас уже внутреннее вы, ощущение такое, что вы практически, ну, наверное, уже никому не верите. Дай Бог, чтобы вы верили сами себе, потому что такой бордовый цвет, это насыщенная вот обида внутренняя, уже перегоревшая злость, которая находится. Поэтому, Ксения, пожалуйста, ну, как бы постарайтесь вот вашу жизнь просто перевести сейчас в более яркие тона. Вот настолько, купите себе что-то желтое, что-то такое вот розовое. Оденьте розовые вещи. Розовый цвет вообще замечательный. И каждой девочке я советую вообще иметь розовые вещи и очень часто одевать розовые очки. Это очень хорошо от депрессивных состояний и наших нервозов. Итак, Маша. Мама спрашивает, а если синий? А вот, Жанна, если синий цвет, это говорит о том, что женщине хочется любви. Синий – это внутреннее состояние. Именно если голубой, я бы сказала, что это дарить, да, как бы вот есть потребность, о ком-то заботиться. То синий – это наоборот, нехватка любви, нехватка теплоты и именно вот внутреннего состояния. То есть хочется именно тепла, нежности и любви. Это говорит синий цвет. Галина, повторяю, зеленый. Зеленый – это то состояние, когда вы в ожидании прибыли и ожидания не столько материального, но еще и подарочного. Поэтому зеленый цвет – это состояние удовлетворения ваших потребностей. Поэтому вы можете с удовольствием ждать, пока вам подарят подарки, либо материальное положение ваше вот улучшится на энную сумму. Ну вот вырубает, вот вырубает почему-то. Состояние улучшится. Ага, на энную сумму. Это за зеленый цвет, да. Итак, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, кто готов, и мы приступаем к практике. Итак, пятерочки в чат, кто готов, мы приступаем к практике. Пошли пятерочки, замечательно. Итак, для того, чтобы мы с вами начинали заниматься нашей практикой, от нашей катушки, которую мы приготовили, отрываем примерно сантиметров 50. Это 40-45, ну, до 50, не больше. Итак, до 50 сантиметров мы отрываем. Берем кольцо и в кольцо продеваем нашу нитку. Итак, в кольцо продеваем нашу нитку. Возле кольца завязываем узелок. Возле кольца. Еще раз продеваем нитку и возле кольца завязываем узелок. То есть, насколько вам видно, получается колечко. в него продеваем нитку. Возле кольца завязываем один узелок и держим за кольцо. Два-три раза вниз протягиваем вот эти нитки, хорошо натягиваем и завязываем узелок внизу. Итак, получается, у нас получается кольцо. Возле кольца идет узелок и на краю вот здесь тоже идет узелок. То есть, у нас получился маятник рабочий, когда нитку протянули через кольцо, завязали один узелок, два-три раза протянули вниз, вот так вот от кольца вниз, и на краю тоже завязали узелок. Итак, у кого получилось, ставим 5 с плюсом. У кого получилось? Итак, 5 с плюсом. У кого получилось, и мы идем дальше. Светлана, 5 с плюсом. Ага, скорее всего, Иван, да, уже пошли плюсики. 5 с плюсом, 5 с плюсом, 5 с плюсом. Замечательно. Отлично. Вот сейчас наша задача с вами. Смотрите, внимательно, сядьте поудобнее, чтобы вам было удобно, чтобы вы могли облокотить ваш локоть. Облокотить локоть. Я буду делать, вы будете смотреть на меня, как у меня получается, и, соответственно, будете стараться сделать у себя. Итак, смотрите внимательно. Руку мы держим ровно и прямо, чуть-чуть наклонив, так, чтобы вам было удобно, чтобы маятник у нас был в рабочем положении. То есть, ну, вот так вот, как у меня получается. Однозначно, вот здесь в кисти, вот так руку, вот так, сгибать не стоит, потому что это непривычное состояние. У вас затечет рука вот здесь, и у вас не получится ничего. Поэтому поднимаем руку, вот как в школе мы поднимали, да, если нам надо что-то ответить, мы поднимали руку. Поэтому в таком положении кольцо на палец одевать не нужно. Мы держим его вот так, между двух пальчиков, как раз за тот узелок, который у нас получился. У кого длинная... Ужасное сегодня выступление, ну ладно. Итак. Так, у кого длинная нитка, у кого длинная нитка, тогда вы ее немножечко можете укоротить, подрезать, да, и завязать узелок. У кого не сильно длинная, то есть вот средним пальцем, вы ее так чуть-чуть можете приподнимать. Это если будет необходимо. Ваша задача сейчас остановить кольцо, чтобы оно, вот вы до него не трогаете, вы не касаетесь его, вот просто оно у вас висит. Кольцо должно остановиться само, без ваших вообще всех колебаний. Ни движения руки. Сейчас у меня может быть, потому что я вам говорю, да, я эмоционально вот сейчас как бы работаю. У вас спокойное дыхание, вы в расслабленном положении, кольцо у вас должно остановиться. У кого остановилось кольцо, пожалуйста, двоечку ставим в чат. У кого же все-таки кольцо не останавливается, а вот так крутится, вот так вот, да, вот между вот, да, вокруг себя, вот так я сейчас крутнула. Пожалуйста, троечку поставьте, чтобы я понимала, что у кого-то кольцо просто крутится. У кого не получается остановить. Итак, Елена, вижу, Вера, вижу, Иван, вижу. Остановили, молодцы. Итак, у кого, так, Галина, не получается, смотрите, Галина, поднимите кольцо вверх, натяните хорошо нитку вниз, вот прямо вот в натяжении, и опустите в натянутом положении нитку, в натянутом, и отпустите кольцо. Кольцо сделает полоборота и вернется в исходное положение и остановится. Итак, Галина из мира. Итак, девочки, еще раз, вот, поднимаем кольцо, натягиваем нитку, в натянутом положении переворачиваем. Галина, замечательно, 2 балла получилось, Валентина получилось. Итак, девочки, из мира получилось, значит, двоечку ставим, чтобы у нас все получилось. Кольцо у нас остановлено. Вот это у вас рабочее, Ксения, это рабочее состояние, когда маятник у вас из мира. Замечательно, готов. Сейчас встряхните, пожалуйста, руку. Делаем, да, вот как бы мы встряхнули руку, чтобы у нас приток крови был. Итак, берем стакан с водой. Я ставлю его так, чтобы вы видели. Итак, стакан у нас с водой. У кого вода с-под крана, знаете, что колебание кольца будет вам немножко сложно остановить, потому что вода у нас такой проводник, который очень хорошо впитывает энергетику, и она сама является энергетиком, да, вот внесет энергетический заряд. Поэтому у кого вода с-под крана, чуть подольше будет останавливаться кольцо. У кого отстойная вода, кольцо, конечно, остановится гораздо быстрее. Итак, делаем то же самое над стаканом с водой. Останавливаем кольцо над стаканом с водой. Так, Ксения, шум виднее. Итак, над стаканом с водой останавливаем кольцо. Вот так как у меня получается, как у меня получилось. Редактор субтитров А.Семкин Euro. Продолжение следует... 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 право да то есть справа влево право влево и так чат я жду от вас написание но для того чтобы вы это сделали сначала запомните движение вашего кольца и попросите его теперь остановиться колечко кольцо благодарю тебя остановись и так мы благодарим кольцо за то что он помогает галина сильное движение по кругу галина запомните в каком направлении по часовой стрелке или против часовой это важно и так колечко кольцо благодарю тебя остановись все наше кольцо останавливается и так и так еще раз повторяю сейчас кольцо останавливается кольцо останавливается и так девочки запоминаем сейчас мальчики у кого было как движение это очень важно потому что в конце будет интерпретация того нашего вот именно экспериментом алла то слева направо то по часовой стрелке больше по часовой валентина качание лево-направо амплитуда маленькая и так запомнили следующий шаг у нас опять мы устанавливаем наш маятник над водой опять мы делаем маятник наш в рабочее состояние да то есть мы доходим до того что она у нас останавливается и так приготовились я так понимаю что сейчас мы уже больше научились это делать да то есть у кого будет крутиться опять кольцо переворачиваем нитку натягиваем и останавливаем и так готовы значит следующее сказание это сказание будет говорить о том насколько наша энергетика нашего дома положительная либо отрицательны здесь применяются те же правила то есть если кольцо будет без движения это тоже результат поэтому следите пожалуйста за тем что не вы качаете кольцо не вы даете движение кольцо а кольцо должно двигаться самопроизвольно и в первом случае и во втором поэтому это очень важно кольцо должно двигаться самопроизвольно, без вашего участия. Итак, я так понимаю, что все готовы. Второе сказание. Опять сосредоточились на кольце и произносим такие слова. Колечко к кольцу улови. Энергию дома сейчас покажи. Коли есть она. Добра да хороша. Или зла да худа. Движение начни, да по кругу крути-верти. А коли нет ее, стой замертво. Движение начни, энергию покажи. Еще раз. Колечко кольцо улови. Энергию дома сейчас покажи. Коли есть она. Добра да хороша. Или зла да худа. Движение начни, да по кругу крути-верти. А коли нет ее, стой замертво. Движение начни, энергию покажи. Еще раз. Колечко кольцо улови. Энергию дома сейчас покажи. Коли есть она. Коли есть она. Добра да хороша. Или зла да худа. Движение начни, да по кругу крути-верти. А коли нет ее, стой замертво. Движение начни, энергию покажи. Итак, у меня получается, что кольцо идет по кругу, по часовой стрелке. Движение у меня достаточно заметное, явное. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, девочки, наше кольцо останавливается. Итак, что у вас получилось? Итак, Алла. То слева направо, то по часовой стрелке, больше по часовой. Это в первом моменте было. Так, Валентина. Качание лево-направо, а плентуда маленькая. Галина против часовой. Галина снова слева направо. Галина ровно ко мне и от меня. Эсмира против часовой. Галина ровно ко мне и от меня. Итак, ну а теперь подводим наш итог того, что мы с вами узнали. В первом варианте это когда мы просили узнать за нашего смотрителя. Есть ли вообще у нас смотритель. Девочки, у кого кольцо дает в первом случае, первый, право к себе и от себя, то есть это состояние, как бы кольцо говорит «да». То есть когда было первое прошение, мы спрашивали смотрителя дома, и когда кольцо у нас показывало вот такой вот расклад, да, то есть вот как я показываю это ко мне и от меня, это говорит о том, что ваш смотритель находится у вас дома. У кого в первом случае движение кольца было вот так, слева направо, говорит о том, что смотрителя дома нет, то есть у вас нет домового. У вас может быть там сущность находится. Поэтому в первом случае, еще если у кого в первом случае движение было по кольцу, по часовой, это говорит о том, что дома есть сущность, и она положительная. У кого движение по кольцу, но против часовой, это говорит о том, что у вас сущность, но отрицательная. Что касается второго момента, когда мы узнавали энергетику нашего дома. Итак, положительная энергетика дома считается, это когда кольцо показывает вам по часовой стрелке. Это амплитуда средняя, нормальная, то есть когда у вас замечательная энергетика в доме. Если же у вас против часовой, вот из мира я вижу, что у вас против часовой, вот так, в обратном направлении, это говорит о том, что энергетика дома отрицательная. В данном случае вам придется, конечно, заняться чисткой вашего дома. Итак, Валентина почти стоит, и слева она сказала, да. Что за, господи, боже мой, это как никогда, девочки. Итак, чат смотрю, да. То есть если стоит энергетика, да, то есть кольцо стоит во втором случае, то энергетика дома 50 на 50. В этом случае жизни людей как в трясине в этом доме, без движения к процветанию. Итак, Елена, сначала по кругу против часовой, потом слева направо. По кругу против часовой, Елена, это говорит о том, что отрицательная энергия и слева направо, то есть как такового хорошего ничего нет. Иван, когда сущность есть, значит домового нет. Да, действительно. Смотрите, у кого очень часто присутствует лень, у кого дома раскиданные вещи, как правило, открывается шифонер и оттуда все вываливается, это говорит о том, что дома, как правило, домового нет. Там есть сущности, которые называются хаос, лень и вот, ну, такое состояние, знаете, как бы нежелание, да, то есть вот это что-то переделывать в нашем доме. Поэтому, так, Галина, по кругу, по часовой стрелке. Галина, это замечательно, значит у вас положительная энергетика дома, и тем более, если она у вас будет еще положительна, да, если у вас и в первом случае был положительный результат, значит у вас домовой есть. Итак, теперь напишите мне, пожалуйста, сейчас, у кого домовой есть, просто напишите слово есть, и мы сейчас с вами узнаем, какой их возраст. Поэтому, так, Светлана есть, Галина, Сеня, Вера, есть, есть, есть. Девочки, сейчас мы узнаем, какой у них возраст, потому что у кого против часовой стрелки и у кого нету, лучше сейчас не спрашивайте. Почему? Потому что это сущности, которые идут не по годам и по векам, а по размерам. Поэтому в данный момент, как у кого отрицательная энергетика, не стоит задавать сейчас такого вопроса. Это я вам советую, потому что, обращаясь сейчас к сущности отрицательной, вы можете получить потом просто такой, ну, нежеланный, как бы, вот, контакт. Поэтому этого не стоит. Жанна, зависит ли дом новый или нет? Да, зависит. Сейчас я вам расскажу, почему и от чего это зависит. Итак, смотрите, если кольцо без движения, Галина, какая отрицательная, в смысле, какая отрицательная? Отрицательная энергетика – это тогда, когда у вас идет против часовой стрелки. Вот против часовой начинает крутить кольцо. Это говорит об отрицательной энергетике. Итак, когда это бывает? Кольцо без движения в первом случае и энергетика без движения во втором случае. Это когда купленное, либо построенное новое жилье. Смотрителя не пригласили в дом. Это вот в этих вариантах. Если домовой есть, а движения энергетики нет, это говорит о том, что это может быть вторичное жилье, и с хозяином батюшкой не познакомились, не подружились. Либо вы получили наследство, пригласили домой своего домового смотрителя, и у вас получилось там их два. И вот они не знают, они на равных правах, и никто не знает, кому чем заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok не от домовых зависит. Итак, Елена, расскажите, как в этом случае поступать. Елена, напишите, пожалуйста, вы определили, у вас домовой есть или нет? Если нет, значит, слово домового нет. Так, Жанна, один, соответственно, один век. Жанночка, у вас часом не новый дом вообще, если так вот разобраться? Так, Светлана, два, Фаина, у меня десять, замечательно. Угу, Жанна, да, новый, Жанна, да, как правило, в новые дома идут, приглашают домовых, которые идут вот в новый дом, и они всегда потом остаются в этом доме, как правило, и переходят вот из поколения в поколение, поэтому, Жанна, я вам хочу сказать, у вас домовушка, так, Вера, четыре, Светлана, 25-30, Светлана, уточните конкретней, 25-30, это понятно, что интервал такой, а, дому, ага, у вас, а, Светочка, два годика, два века домовому, так, Светлана, это ваш дом, либо он был приобретен? Светлана, это тоже важно, потому что в новом доме, как правило, домовые, когда вы переводите их, то тогда они идут молоденькими, это в новые дома. Если же вы их перевели с одного дома в другой, то, как правило, ему уже, как бы, побольше. Так, Светлана пишет, ага, купили, значит, дому 25-30, и поэтому у Светланы два годика, вы его, скорее всего, взяли, он у вас новый, новенький, да, такой, получается, смотритель. Так, Фаина, 10, замечательно, девочки, теперь смотрите, я вам хочу сказать вот что. Так, Ксения, 6, дом, постройки сталинских послевоенных времен. Ксения, так, у вас тогда сколько получается? Ксения, вы не написали еще пока сколько, поэтому, либо там вообще еще никого нет, и там могут быть сущности, потому что дом очень старый. Елена, я так поняла, что у меня все против часовой, значит, домового нет, а сущность есть. Да, если вам кольцо, именно ваше, показывает амплитуду отрицания и достаточно высокую, значит, да, сущность есть. Так, Светлана, купили, жили на квартире, Жанна. И что с новым домом? Так, с новым домом все замечательно. Жанна, вам придется просто его, скажем так, попросить, чтобы он вам помогал и еще и сам учился, потому что, Жанна, вообще считаются домовые, которым более 5-7 лет, они считаются более опытными и гораздо такие вот сильными именно в житейских каких-то вопросах. Жанна, нет у вас ощущения, что вот все, что бы вы не делали в доме, идет как-то сложновато. Идет, но сложно. Это говорит о том, что смотритель молодой, маленький, Идет, но сложно. Продолжение следует... 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 У кого... Уже есть. Ага. Нет, есть. Попробуйте перезайти. Так, Людмила, напишите, пожалуйста, чтобы девочки, может быть, просто перезашли в комнату. Так. Итак, чем... Что мы делаем на нашем интенсиве? Однозначно, у кого два домовых, то... Ну, я думаю, что запись-то будет по-любому, наверное, да, можно будет еще раз просмотреть в записи. Вот. Итак, у кого два домовых, что мы будем делать? В первую очередь, либо как вывести одного домового из дома и заручиться поддержкой обоих. То есть здесь на ваше усмотрение. Если вы считаете, что у вас как бы много в жизни таких ситуаций, которые надо будет очень сильно разобрать, то тогда можно заручиться поддержкой обоих домовых. Если все-таки у вас по жизни более-менее все идет легко и стабильно, то... Йохан и Бакон. Что это такое? Вообще не понимаю, что происходит сегодня. Ну, ладно, еще раз. О вторичном жилье, да, то есть я говорила о том, что если у вас два и один, может быть, остался от старых хозяев и один пришел с вами, вы пригласили. Поэтому вы не знаете, хозяева те забрали или не забирали. И поэтому у вас их два, и они на одинаковых условиях, на одинаковых правах, поэтому ни один из них вам не помогает. Поэтому для того, чтобы определить, как их одного убрать, либо двумя заручиться поддержками, на интенсиве об этом рассказано очень хорошо. Итак, Жанна, как пригласить домового, как кормить? На интенсиве есть такой вот у нас момент, что домовой, допустим, домового нет, а энергетика дома хорошая. То есть как бы есть. Так вот, на интенсиве я рассказываю, как, откуда пригласить смотрителя в дом, чтобы он не только там остался, но еще и нам помогал. Однозначно это дело мы можем сделать. Также, если домовой есть, а энергетика дома плохая, отрицательная, как попросить его о помощи, как узнать, будет он вам помогать по жизни или не будет помогать, потому что, как правило, бывает, редко, но бывает, что смотрители не помогают новым хозяевам, да, которые вот приходят, допустим, в вторичное жилье, а смотритель там остается. Он привык, скажем так, что те жильцы, которые были, они его почитали, он чем-то помогал, но они его с собой не взяли. Поэтому он, скорее всего, становится обиженным на людей, и поэтому он вам не помогает. В этом случае при прошении его надо спросить, насколько он вам будет, ли он вам помогать. Как правило, если он не помогает, на интенсиве я рассказываю, куда его деть, как его вывести из вашего жилища и как привести другого. Но это бывает в крайне редких случаях, в крайних, очень в крайних, обычно они помогают. Они начинают, когда его задабривают, когда его накормят, как положено, как правильно это сделать, и тогда они начинают уже вам начинать помогать. Но об этом мы будем говорить на встрече при скайп-чате. То есть это уже когда, это сугубо индивидуально у каждого, потому что непосредственно на скайп-чате, и имея перед собой воду, однозначно я вам могу это рассказать, насколько он вам будет помогать, и будет помогать ли вообще, либо стоит от него, скажем так, вот его убрать, а другого домового смотрителя позвать. Это тоже может быть. Еще мы рассматриваем там такие моменты. Так, не получилось. Так, Фаина у нас пишет. Не получается кормить, забываю. Фаина, на интенсиве я рассказываю, как стоит сделать это один раз. Один единственный раз. И больше его не стоит кормить, он будет делать это сам. Опять зависло. Не знаю, насколько. Так, если все стабильно, то... Так, Елена, это домовые шинят. Да, может быть, что сейчас у нас очень такая вот энергетика очень... Знаете, вот, кстати говоря, очень часто я могу сказать вам, что однозначно энергетика отрицательная, она, как правило, бывает даже больше забивает, чем положительная. Если насколько у вас сущность мощная дома живет, вы начинаете приходить. Так, еще раз. Насколько. Так, по поводу детей. По поводу детей. Как Олечка, да, то есть прервалось тут опять. Слышала, что домовой приходит в дом, только тогда в нем есть дети. Это так. Ну, я вам могу сказать. Тот дом, где есть, допустим, приходят дети, да, нарождаются дети, туда, как правило, приходят смотрители, ангелы-хранители. То есть это те, которые непосредственно уже отвечают за души ангельские, и они их начинают в первый год получать именно видению нашего мира. Вот как раз, когда детки маленькие спят, видно, да, когда они улыбаются, говорят, что с ними ангелы, да, вот в тот момент находятся. Так вот, в дом приходят именно ангелы-смотрители за детками, хранящие их душу. Домовые приходят в дом тогда, когда в доме начинают приглашения, то есть в первую очередь для домового. И как только начинаются порядки, уборки, как правило, сущности не любят этих вещей. Они любят, когда там дома все в запыленном таком состоянии. Вот тогда начинается, домовой приходят именно тогда, когда их только зовут. Как правило, если домового вы не звали в дом, то там у вас живут сущности. Итак, Фаина. Как-то кормила конфетами, угощала. Ну, угощала конфетами, ну, раз вы задобрили, ну, два, может быть. Потом по девичьей, как говорится, памяти забыли. Ну, вы его не кормите, он вам особо и ничем не помогает. Ну, познакомились, ну, подружились, ну, и до свидания на этом. Все. Поэтому на интенсиве я рассказываю, как его один раз только покормить, пригласить, и все. Он будет постоянно с вами, и он будет постоянно вам помогать. Ольга, опять все виснет. И ответа на свой вопрос не услышу. Какой, Олечка? Напишите мне еще раз. У моей подруги домовой маленький, весь шерстяной такой. Они его видят, так вот, он пришел, когда сын подростком был, потом попал, а через много лет дочка стала подростком. И теперь у них снова живет домовой. Так, еще раз, маленький, весь шерстяной такой. Я говорила, да, что маленьким детям приходят смотрители, да, ангелы-хранители, смотрители, сущности смотрители. Поэтому до того момента, пока дети находятся до подросткового возраста, до подросткового, это где-то до 11-12 лет, в доме находятся именно вот могут быть, помимо домовых, находятся именно смотрители. Если домового дома нет, то, скорее всего, был просто вот именно смотритель, который смотрит за душами именно деток, которые ангельскими считаются до 10 лет. То есть, 9 лет, это еще ангелы, вот, 10-11, это подростковые. Так, и ангелы могут быть пушистыми, шерстяными. Домовые, да, они, получается, смотрители, немножечко не путайте. Ангелы-смотрители домовые. У нас, смотрите, у нас есть несколько таких подразделений, ангелы-хранители, ангелы-покровители, это разное направление, у нас есть смотрители дома, у нас есть... Продолжение следует... 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 Принимать именно облик такой, чтобы дети не пугались. Поэтому для детей, соответственно, ассоциация с кошками, которые пушистые, зверьки пушистые, гораздо будет более приемлема, если вдруг покажется громадная махина, великан, который просто насмерть перепугает именно ребенка. Поэтому они показываются только в таком случае, когда они уверены точно, что человек примет их и увидит именно в таком виде, какие они могут принять их. Итак, Валентина, Надежда только на запись. Я тоже пропустила ответ на свой вопрос, пока перезаходила. Так, Олечка, да, я так поняла, что ответила. Так, я тоже понимаю, что сегодня ужасная такая-то связь непонятная. Хотела бы вам сказать, для чего вообще смотрители дома нужны и чем они вам могут еще помочь. Однозначно они для вас на тонком уровне, на потустороннем мире могут полностью изменить вашу жизнь к лучшему. Во-первых, если у вас есть дома такое состояние лени, да, либо хаоса, как я уже говорила, однозначно обращаясь к домовому за помощью, вы можете эти вещи именно убрать со своей жизни. Потому что они, как правило, нас, ну, просто заводят, да, вот в никуда. То есть из положенных, принятых нами, допустим, планов, да, запланированных, если в доме живет сущность такая, как лень и хаос, то, как правило, дай большое, чтобы мы одну третью сделали. Или, как правило, мы можем и не успеть их делать, да, потому что, да, не хочется, да, ладно, завтра, это завтра. И вот это завтра-завтра, оно, получается, тянется очень достаточно долго. Поэтому смотрители помогают в этом плане, чтобы у нас все получалось, запланированные вещи. Они однозначно нам помогают планировать эти вещи и с легкостью выполнять домашние дела. Также они могут смотреть за домашними питомцами, которые будут в здравии. Если же есть, допустим, шкатливые животные, такие как кошки, там, допустим, что-то дерут там где-то, либо собаки гадят нам не там, где нужно, да, то однозначно при обращении к домовому они вам будут помогать и, соответственно, животные будут в полном порядке. Как подружиться с домовым и с животными на интенсиве, об этом рассказано подробно. Также в силах именно смотрителя наладить наши гармоничные отношения в семье. Самое удивительное то, что, казалось бы, да, если, допустим, дома склоки, скандалы, и на пустом месте, девочки, по секрету, могу вам сказать, что это очень легко разрешается при обращении к смотрителю. Допустим, если дети дерутся между собой при обращении к смотрителю, буквально через 5-7 минут после обращения дети успокаиваются, и у вас становится очень тихо и спокойно. Дети начинают заниматься вместо активными какими-то делами более спокойными. Также смотрители могут вам помочь в том плане, что помочь вам на работе. Опять же, чем старше смотритель, тем больше его возможностей потенциально помогать вам на работе. Такие моменты, чтобы либо вам помогли и перевели, то есть чтобы вы работали меньше, получали больше. То есть это тоже в их возможности. Также, может быть, кому-то поможет смотритель вообще в поиске работать. Кто-то либо хочет сменить место работы, либо найти что-то другое, или вообще не работало в данный момент, то есть как бы находится в таком состоянии подвешивания. Так вот, смотрители в первую очередь готовы нам пойти на эту, скажем так, помощь. Почему? Потому что они будут вас сталкивать с такими людьми, именно знакомить, что вы через кого-то, через кого-то очень быстро найдете ту работу, которая будет вас устраивать не только морально, но и, естественно, материально. Это однозначно наши смотрители могут это делать. У кого бывает, ну, сейчас, да, у нас как бы считается, что якобы кризис, и поэтому люди очень, ну, в таких вот, в долгах. Так вот, при обращении к смотрителю, к домовому, однозначно есть вопросы, которые он помогает разрешать с долгами. Вот именно вот такие вот моменты. Во-первых, он может вместе с вами наладить отношения с теми людьми, которые, допустим, ну, не могут уждать, да, вот, ну, вот, все, вот, вынь, положь, отдай. Поэтому смотрители в этом плане очень помогают, они делают людей более податными. И когда мы идем на встречу именно с людьми и своим смотрителем, то люди, как бы, принимают наши позиции в сторону, и они, допустим, согласны подождать. Либо второй вариант, именно смотритель становится на вашу сторону, и он помогает вам, чтобы ваше материальное положение как можно быстрее улучшилось. И в поисках работы, и в материальном положении, в зарплате, чтобы она побольше была, премии там, да, вот, то есть, такие вот моменты, они, получается, как бы сказочные, но это все работает, это работает настолько, что вы даже не представляете себе, насколько это вообще очень интересно, общаясь вот с этим человеком, да, вот такой вот с палочкой-выручалочкой по жизни, очень-очень интересно. Единственное, могу развеять сразу вам вот миф, однозначно могу развеять, потому что кто-то говорит, что палочка-выручалочка в жизни это замечательно и хорошо, да, а кто-то опасается и слышал о том, что, извините, там, допустим, наши домовые нас души давят. Так вот, я вам хочу рассказать сразу о том, что почему-то происходит, чтобы у вас не было, вот, чтобы у вас не было такого страха перед тем, что у вас будет такой вот смотритель дома. Однозначно у каждого из нас, у нас есть наше биополе, да, энергетика, и она находится вот на расстоянии вытянутой руки, то есть вот по кругу, вот это шар мой, это мое биополе. Так вот, когда мы встречаемся с любым человеком, да, и наше биополе прикасается одно с другим, и если наши полярности получаются одинаковыми, да, то есть мы чувствуем, что нам неприятен этот человек, мы не знаем его, но почему-то неприятен, мы автоматически делаем шаг назад, да, то есть как бы мы наш вот этот биополе отделяем друг от друга. Хотя мы не задумываемся, почему. Просто потому, что он своим биополем касается к нашему. Что делают думовые? От того, что они очень громко говорят, вы не поверите, у них очень громкий голос, настолько громкий голос, что просто вот ощущение того, что вам будет зупор, сейчас вот будет что-то вот скажет. Это очень громко, и, ну, поверьте, что это страшновато. Для того, чтобы этого не происходило, они делают следующее. Так как им надо нас предупредить, они нас предупреждают в любом случае либо это к худшему, либо это к лучшему. Для того они делают на нашу энергетику, начинают давить своей. И чем больше они на нее начинают давить, ощущение у нас, что нас сдало. Вот в этот момент умеете, конечно, вовремя спросить, к худу или к добру. Если это будет к добру, вы услышите ручание добра. Если это к худу, соответственно, вы услышите выдох к худу, и тогда надо будет сказать, также вовремя, что помоги нам пережить это с легкостью. Все, и вы заручитесь поддержкой именно вот такого смотрителя, именно помощника по вашей жизни, который будет вас предупреждать, который будет вам помогать, который вашу жизнь привнесет намного такие вот, понимаете, удивительные события, которые для нас вот сейчас, да, вот кто верит в чудеса, кто верит в чудо, то однозначно это вы все будете вот испытывать, по сути говоря, в своей жизни. Вы будете сталкиваться с этим. Почему? Потому что вот когда вы с этим не сталкиваетесь, да, никогда, и вы не знали об этом, то это один момент, и мы для себя определяем, что это та, это случайность. А когда вы об этом знаете, когда вы знаете, что это все работает, то случайностей в нашем мире, как правило, не бывает. Это все становится закономерностью. Поэтому все, что касается наших помощников, я вам, я уверяю вас, вы будете просто в таком состоянии вот удивительным и в таком состоянии превосходным, когда вы научитесь именно вот обращаться за помощью к нашим смотрителям, и они обязательно вам будут в этом помогать, потому что ихняя задача, как я уже говорила, это однозначно привлечение успеха, привлечение в нашу жизнь гармонии, привлечение в нашу жизнь, именно вот такой вот, понимаете, состояние комфорта, вот в первую очередь это состояние комфорта в нашем жилище, в нашем доме, и для того, чтобы вы чувствовали себя именно безопасно, вот смотрите ли, как раз для нашего дома. Безопасность это, чтобы вас не обзоровали, безопасность, чтобы у вас ничего не сгорело, чтобы у вас ничего не затопило вас там, да, то есть никаких вот эстессов по жизни не было. Так вот, домовушечки, это как раз те создания, Божьи создания, которые помогают нам в нашей, сейчас, как говорится, не сильно легкой жизни, для того, чтобы мы с вами заручились еще поддержкой и потустороннего мира, потому что сколько я вижу в интернете, очень много, о том, что вообще происходит, да, полтергейсты, да, то есть как бы есть отрицательная энергия, кстати говоря, так вот, когда вы будете точно знать, что у вас есть домовушечка, которая приносит вам удачу, радость, счастье и благополучие в вашу жизнь, в ваш дом, вы будете точно уверены, что никакой отрицательной сущности в вашем жилище нет. Итак, Олечка пишет, а смотрители приходят ко всем, может так быть, что он не придет. Нет, не бывает, если вы его позовете, если вы его позовете правильно, так как все на инфинсиве рассказано, слово в слово, действием в действию, и доведете его до дома, да, вот как положено его привезти, он обязательно к вам придет, обязательно, нет того, чтобы смотрители не приходили. И еще такой вопрос, я живу то в России, то за границей, 50 на 50 времени, границ или останется в квартире в России, или как быть, я очень много тоже езжу по стране, у меня сестра живет в Германии, и когда я лечу на самолете, я знаю, что мой домовой со мной, знаете, это для нас расстояние, для них солнечная система не расстояние, поэтому стоит мне два раза сказать во Вселенную, что я его зову, и мне нужно от него советы, да, и вот я общаюсь, конечно, с ним уже не через кольцо, потому что я уже довольно-таки долго с ним взаимодействую, у меня достаточно общения с ним идет на, именно в таком передаче, мысленном, в мыслеформе, поэтому я вам хочу сказать, что где бы вы ни находились, вам достаточно будет два-три раза во Вселенную во всю сказать, что он вам нужен, и он будет у вас, где бы вы ни находились, это у нас есть заграниц, у них нет, границ у них нет никаких. Так, так, еще вопросы есть? А как же дом без присмотра останется? Нет, он не будет без присмотра, потому что вы же не будете его постоянно, мысленно держать в голове каждую секунду, конечно, нет, он будет у вас только тогда, когда это нужно будет вам, а остальное время он будет смотреть за вашим жилищем, как и за другим предметом. Так, Елена, а как сущности надо быть? Елена, сущности надо из дома убирать, просто убирать, потому что, если будут у вас сущности в доме, вы будете жить так, как вы живете сейчас, без процветания, без вот, ну как, внутренней, понимаете, вот, то состояние, когда сущности находятся, они питаются вашей энергетикой, и вот от того, что они питаются вашей энергетикой, вы просто не будете сами получать эту энергетику, а вы питаете их, то есть вы становитесь таким проводником, который сущности питается вашей энергией, и, соответственно, они живут еще в вашем доме. Так, Ирина, каждый день его кормить, или, не пойму, что происходит у нас с чатом, но я так надеюсь, что все-таки видно. Итак, Ирина, еще раз повторяю, каждый день его кормить не надо, и чем кормить, я тоже об этом говорю на интенсиве, его достаточно пригласить один раз, и накормить один раз, и как это сделано, я рассказываю на интенсиве. Так, Олечка, но я полгода тут, полгода за границей, там мне другого домового завести. Если у вас есть такое желание, вы можете завести одного и другого, да, то есть один будет смотрителем в одном доме, другой будет смотрителем в другом доме. Можете. При этом, однозначно, их надо будет между собой познакомить и подружить. Как это делается, это в скайп-чате, вы можете выйти на консультацию, которую я могу вам давать, соответственно, эти все вопросы, которые будут в скайп-чате, они согласованы будут со временем. Поэтому, чтобы вам было удобно и соответственно мне было удобно. Как это сделать? Я вам помогу. Так, а как их убрать? Елена, интенсив, о том, как убрать сущности из дома. Вот, Людмила дала ссылочку. Пожалуйста, есть вот впереди, да, ссылочки на интенсив, и есть ссылочки на консультацию. Есть возможность еще, я же вам говорю, когда вы интенсив проведете, сделаете дома, он есть в записи, которую вы можете получить сразу, а есть интенсив, который, вот, когда люди у нас набираются, да, они идут вот в живем, да, в живую. Поэтому все вопросы, какие у вас есть, вы можете зафиксировать, либо на консультации непосредственно, в КТТ мы с вами можем обсудить ваши вопросы. Потому что только дом, наш именно дом, это часть того, что я в основном даю. Потому что чистим жизнь, как по волшебству, это касается и нашего здоровья, и наших дел сердечных, и наши рабочие моменты, многое другое, и наших детей, что касается, да, сейчас вот будет записан у меня тоже интенсив по куколкам судьбы. Это те энергоманипуляторы, которые помогут вам разрешить либо сердечные дела, которые есть, да, вот там бывает, что либо у нас у мужа любовница завелась, либо мы хотим какого-то мужчину у кого-то забрать, да, то есть, ну, опять же, 50 на 50, смотря как, если вы готовы за это, скажем так, вот, ну, поплатиться какими-то вещами, то тогда можете влазить в семье. Если же нет и появилась соперница у вас, вы можете очень спокойно с этими куколками все эти дела сердечные просто разрулить, с этими куколами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! я так понимаю, что меня все-таки слышно. Я надеюсь, что, конечно, все, что я говорила, и вот за куколок судьбы, да, и у кого есть такая необходимость личной консультации, пожалуйста, я могу вам помочь именно разрешить ваши какие-то ситуации по вашей жизни. Я не очень люблю слово проблемы, хотя кто-то говорит, да, ой, там проблем столько. Для меня проблема это просто ситуация, в которой есть решение. И вот чем сложнее эта ситуация, тем интереснее. И, кстати, становится почему-то намного легче разрешать вот эту ситуацию, когда мы относимся к ней не как к проблеме, а как просто к ситуации. И, соответственно, если мы будем говорить о куколках судьбы и разрешать какую-то ситуацию, там, сердечную, да, либо, например, вот была у меня женщина недавно, это уже, я говорю, свой опыт, пришла женщина, в 8 лет она мучается от того, что ее дочь познакомилась с афроамериканцем, ну, понимаете, да, русская девочка, ну и, соответственно, темнокожий, такой прям аж темно-фиолетовый. Я веду фотографию этого молодого человека, такой спутник по жизни, маме очень-очень не нравится. И поэтому вот она везде, где можно было, она уже была ко мне, она пришла с большими такими крокодилями слезами, и она не знала, что делать. Ну, девочки, я вам хочу сказать, что это все работает, и куколки, вот эти вот манипуляторы, да, именно сердечные дела решают очень-очень быстро. Поэтому в данный момент прошло, вот она была в сентябре, сентябрь, октябрь, ноябрь, сейчас, векабрь, да, вот три месяца прошло. За три месяца девочка ушла от этого мальчика, она посмотрела на него другими глазами, и вот она уже недавно приходила ко мне с бутылкой вина и сказала, Аллочка, давай мы с тобой выпьем, у меня хорошие новости. Я говорю, а что случилось? Она говорит, ты знаешь, она буквально после того, как она перестала общаться с этим мальчиком, афроамериканцем, она познакомилась, и через неделю она познакомилась с мальчиком, который живет в Германии. Он ей выслал денег, и она улетела туда. Вот уже буквально, наверное, дней 15, недели две, как вот мамочка ходит уже такая радостная, прирадостная. Поэтому куколка судьбы очень-очень сильно действенно работает. Итак, Алла пишет, купить интенсив можно 20 декабря, и сколько он будет стоить. Можно, девочки, можно купить все вопросы через организаторов, но, насколько я понимаю, по-моему, он 2400 стоит сейчас, вот именно. 2000 консультаций, 2400 стоит именно интенсив, который вот можно приобрести в записи. Оплату вы можете произвести, тогда вы сейчас можете зарегистрироваться, чтобы оставить за собой возможность, да, вот такую, как скидочку, и тогда уже 20 декабря произвести. Так, ну, я так понимаю, что мое время подходит к концу. Я очень рада была с вами познакомиться. Надеюсь, что еще могу к вам прийти с очень интересными вещами и по здоровью, и с делами сердечными. Поэтому буду рада, если Людмила меня еще раз позовет. И, соответственно, Людмила, если вы здесь, дайте мне знать, я могу вам передать уже слово, потому что... Так, стой. Так, Алла, я вам уже ответила. Людочка, я понимаю, ага, я вижу вас. Все, я рада с вами была познакомиться, пообщаться. Если у кого еще будут вопросы, я в чате могу сейчас еще ответить. Все, я передаю вам слово. Спасибо. Большое спасибо, Аллочка. Просто великолепное выступление. Самое главное – школа. Я не знаю, как остальные. Я обратила внимание, что человек, которого сегодня целый день выбивала, сохранил ровное, спокойное, доброе, доброжелательное состояние внутри себя. Это вот прямо образец. Итак, сегодня у нас была Алла Шкиря. Она у нас была первый раз. И у нее выступление, которое, я думаю, запомнится для многих и полезное, и эффективное, с хорошим результатом. Если вы со мной согласны, давайте ее поблагодарим. Восклицательными знаками, смайликами, можно просто словами. Большое спасибо, Алла, вам за ваше полезное выступление и благодарность за это. Итак, в результате сегодняшнего выступления вы познакомились с Аллой Шкиря, которая может вам помочь. И как привести энергетическое состояние дома во благо самому себе и каждому члену семьи. Так и на личной консультации вы можете решить любой вопрос, к которому вы обратитесь. Я когда готовила сегодня продукты, я спросила у организаторов, которые ведут и помогают Алле, что же мне написать, на какие вопросы Алла может ответить. И руководитель их центра сказала на любой. Поэтому, пожалуйста, проходите по ссылочке, регистрируйтесь. Консультация у нее на нашем вебинаре стоит всего лишь 2000 рублей. И вы в скайпе можете задать тот вопрос, который вас действительно волнует. И по отношениям, и по каким-то другим вопросам. И она действительно очень и очень хороший специалист. Я думаю, что каждый из вас понял. Я, например, узнала, что у меня дома. И, наверное, скорее всего, еще решу, что-нибудь обязательно приобрету, не знаю только что. И то, и другое очень полезно. Ну и, конечно, второй продукт – это интенсив, который называется энергосмотритель в вашей счастливой жизни. И благодаря, по советам Аллы, вы сможете восстановить в доме порядок. Сможете нормально дома соблюдать чистоту, не преодолевая ужасные препятствия, лень, какие-то недомогания. Главное лишь бы не убираться. Оказывается, это связано просто с сущностями. И вот если вы хотите, чтобы было в доме счастья, пожалуйста, проходите по ссылочке. И сегодня стоимость этого курса в записи, этого интенсива стоит всего 2400 рублей. Если у вас есть вопросы, которые вы не можете разрешить, ну, я обычно советую пройти, хотите купить, но есть какие-то вопросы, я обычно советую пройти по ссылке, зарегистрироваться. И сразу же сегодня всем, кто по ссылке прошел, оставлю мне вашу почту, я обязательно ответное письмо напишу, и вы сможете у меня по почте узнать ответ на любой вопрос. Если я не смогу, не буду знать сама, то я обязательно обращусь к Алле, и, конечно, ответ на свой вопрос вы получите. Вот регистрация на марафон в том случае, если вы хотите получить на дом к себе запись сегодняшнего выступления, которое, я думаю, каждый хочет еще раз посмотреть, в какой-то обстановке. Еще дополнительно я вам даю наши возможности с нами связаться, это со мной. Меня зовут Людмила Червонаокая, вот моя почта и мой скайп, пожалуйста, смотрите, берите. И я с удовольствием, я очень люблю помогать, я вообще люблю соединять людей для того, чтобы все были счастливы, довольны, богаты и любимы. Вот, Елена Муаден, мой верный, самый лучший коллега, я не знаю, как сказать, коллега, он коллега вроде как, но вообще Леночка моя, путница по марафону. Итак, вот сейчас вы получите ее данные, как с ней связаться, и еще для связи у меня есть для вас скайп Галины Троста, Галины Троста, которая живет в Америке, и может вам ответить на вопросы в другое время суток, если вам неудобно по московскому времени задавать вопросы. Может быть, вы живете тоже в другой стране, где другие часовые полеса, и вам удобнее разговаривать так. Так, затем, что еще для меня, для вас? Если вы хотите получить возможность общаться с людьми, близкими вам по духу, дополнительную какую-то информацию выкладываем в своих чат-группах и в скайпе, в контакте, пожалуйста, вот вам ссылки, регистрируйтесь, приходите, становитесь нашими постоянными слушателями. Мы каждому человеку, который к нам присоединился, рады. С удовольствием ждем от вас отзывов от таких волшебных специалистов, наших спикеров. Такие хорошие выступления, которые, конечно, требуют просто отзыва, благополучного, хорошего отзыва о работе. Я думаю, что это и вам хочется сделать, и вы не знаете, куда. И люди, и спикеры наши, которые смотрят, слушают и, конечно, хотят узнать результат своего труда. И еще раз вновь я вам даю ссылочки на суперинтенсив, от Аллышки. Это по энергетическим сущностям. Это очень-очень интересно и полезно. Только в интернете всякой с которой можно получить обратный результат. А тут вам человек обращается, предлагает свою помощь, которая имеет уже не одно поколение специалистов в этой области и может вам дать квалифицированную помощь, дающую только положительный результат. Ведь мы так еще мало знаем и очень трудно определить, кто из них, кто и как вообще, какая сущность, кто с этой сущностью делает. Вот, пожалуйста, вам все, ссылки, связь. Если я что-то написала и вам хочется посмотреть, вы можете чат покрутить и получить ту ссылку, которую пройти по ссылке, которая вас заинтересовала. Итак, предлагает Алла свою консультацию, которая стоит 2000. Любой вопрос, который вас беспокоит, который вы хотите разрешить, будет вам предоставлена помощь и вы получаете. Продолжение следует...